Добро пожаловать на просмотр видео. Месяц назад на просторах плеймаркета появился симулятор под названием Легенда СССР Москвич 400. Игра находится на стадии разработки, соответственно сейчас вы увидите довольно сырую версию игры. Вообще карту в скором времени заменят на новую, а геймплей расширят за счет добавления множества новых функций. Забегая вперед скажу, что сейчас в игре почти нечего делать, но есть на что посмотреть. Но не зря же я ей видео посвятил. Небольшая интеграция. Почему в Нижнем Новгороде довольно обычный на вид Додж выставили на продажу за 35 миллионов рублей? Что за киберкар за 300 миллионов рублей появился в Москве? И почему за старый Мерседес с ржавчиной и царапинами хотят порядка полумиллиона долларов? Ответ на все эти интригующие вопросы я предоставил в своем новом телеграм-канале. Каждый день там выходят посты, которые посвящены эксклюзивным, редким и просто дорогим автомобилям. Объявления о продаже, лоты с аукционов, скандалы, появление сумасшедших машин на территории РФ и просто новинки в мире лексовых авто. Все это вы найдете в ТГ-канале Cars Diamonds. Там на 1000 подписчиков я проведу розыгрыш на 1000 рублей. Подписаться можно в один клик по ссылке в описании. Конец интеграции. О чем эта игра? Да пока ни о чем. Перекрасить в клик машину, прикрутить все так же в клик поворотники, пооткрывать двери и капот, включить-выключить свет в гараже, ну и покататься по полупустой карте в разное время суток. Да, тут есть 4 режима. Пока это все. Графика. Минималки. Максималки. Вообще, график можно настроить как угодно, по сути под любое устройство, так как параметров довольно много. Но мой 10 Honor выше минимального пресета поиграть не дал. Ну как не дал, дал на самом деле, но в 15 фпс. Что вовсе не играбельно. Даже на минималках фпс нестабилен. Виноват в этом мой телефон или оптимизация в целом, я не знаю. Так как такие игры как Памк, Ассасин и 9 Асфальт, Honor тянет на высоких стабильных 30 фпс. Посмотрев обзоры других ютуберов и просто геймплей видео, понял, что все-таки в игре сама по себе оптимизация не очень. И да, на экране по бокам имеются странные рамки, даже панель видно. А вот и причина этому. Управление. Если играть с помощью только телефона, то довольно удобный руль. Акселерометра и кнопок тут пока нет. Стоп. Вернемся к фразе играть с помощью только телефона. А что есть другие способы? Да. Геймпад и, внимание, клавиатура. Все верно, игра поддерживает и то, и то. Но ничего из этого, разумеется, кроме самого телефона, я не пробовал. Что касается остального управления, то у нас есть реверс, тормоз и очень удобный газ в виде ползунка, благодаря которому мы можем сами задавать степень нажатия педалей. Чем выше шкала, тем больше мощности на колеса. Проработка. Модель москвича сделана хорошо, тут прямо загляденье. Видно, что разработчик знает, что делает. Обращать внимание на карту я не вижу смысла, так как, напомню, ее скоро заменят на абсолютно новую. Но, на данный момент, мы уже имеем работающие светофоры и трапик. Прочее. Напомню, мы можем менять цвет машины с помощью банок с красками, а также устанавливать поворотники. При этом, когда мы их установим, рядом с кнопками, отвечающими за зажигание фары, появятся стрелки поворотников. Довольно интересные фичи. Когда мы открываем, закрываем двери, капот, включаем-выключаем свет, у нас есть звуки. В режиме ходьбы мы можем переходить на бег и прыгать. Разработчик на стадии бета-теста уже предусмотрел некоторые мелочи, что еще раз подтверждает тот факт, что человек понимает суть дела. Заключение. Кратко. Нужна оптимизация. Скачки фпс два раза, без причины такое себе дело. Ну и разумеется, нужна поддержка полноэкранного режима. Карту и так заменят, функции добавят, а дальше будет видно. Разработчик неплох, будущее у игры будет. Ждем новую версию, а пока расход. Ссылка на игру, кстати, в описании. Своё мнение и впечатление вы можете высказать в комментариях. Не забывайте про мой новый ТГ канал с эксклюзивными машинками. Встретимся в следующем видео или на стриме.